Каждый сезон проводится работа по уборке, очистке и обслуживанию дорог. В компетенцию подрядной организации входит обслуживание как автобусного маршрута, так и второстепенных трасс. И проверить эту работу выезжает дорожная комиссия, состоящая из сотрудников администрации, ГИБДД, подрядной организации и самого заказчика. У нас в Артёмовском городском округе им является жилкомстрой. Очередная проверка имела место быть, и вот её подробности. Во-первых, стало интересно, сколько же снега запланировано вывезти с дорог округа. Может быть, есть какие-то изменения в договоре? Автобусный маршрут 4000 кубов, второстепенные дороги около 2000 км. Это мы вообще первый раз сделали при составлении контрактов. Первый раз за всё время обслуживания дорог мы увеличили эту сумму до 6000 км. Раньше было всего 100, 200, 300. Кроме вывоза снега, подрядная организация в данном случае ООО «Перспектива» обязана посыпать дороги противогололёдной смесью. И, по словам Сергея Чеснокова, руководителя отдела по благоустройству жилкомстроя, количество этой смеси увеличивается с каждым годом. Мы каждый год увеличиваем. То есть, если первоначально было в 2010 году 50 кубометров всего, противогололёдной смеси, то на сегодняшний день их около 800. Отметим для обслуживания дорог в Артёмовском городском округе у директора подрядной организации Виктора Лазарева имеется 8 единиц снегоуборочной техники, что позволяет содержать дороги достаточно чистыми. Больших трудностей нет. В основном приходится просто работать ночью, чтобы не было движения машин, чтобы не создавать пробки на дорогах. Ну, вот так, в принципе, работу знаем, справляемся. Ну, по основному маршруту 4000 кубов. На сегодняшний день уже вывезено 1200, если мне память не изменяет. Мы вывозим так же, делаем кучи и вывозим ночью, так, чтобы не создавать пробку. Вернёмся к противогололёдной смеси. Сейчас работники ООО «Перспектива» посыпают дороги, пешеходные переходы и остановочные комплексы песком. Но, может быть, есть более дешёвое средство, например, шлак. Можно ли использовать этот материал и соответствует ли это нормам? Ну, согласно СНИБО, запрещено городской чертесы под шлаком по вопросам пыльности. Есть такое понятие в шлаке – зольность. То есть, если вот брать шлак, то им можно сыпать вне населённых пунктов и при определённом количестве зольности. Песок, он более крупной фракции. Он создаёт меньше грязи и используется как фиксионный материал. Добавим, что за первую декаду зимы на уборку дорог и дворовых территорий потрачено порядка 500 тысяч рублей. Всего же было выделено 2,3 миллиона. И ещё один момент. Что касается дворовых территорий. Уборга их запланирована только там, где летом и осенью был положен новый асфальт. Остальные чиститься не будут. Вернее, их очистка входит в работу управляющей компании. И, наконец, результаты проверки. Проехая автобусный маршрут в центре города, Ленина, молодёжи, почтовая, физкультурников, Уральская, есть, конечно, замечания по снежным валам, что нужно вывозить снег. Также есть небольшие незачёты, что где-то нужно ещё пешеходники почистить, остановочные маршрутные, остановки до маршрута транспортных средств. В основном подрядчик справляется. По словам лейтенанта полиции, все недочёты и нарушения будут отражены в акте. И будет выдано также предписание об их устранении, которые будут проведены в самое ближайшее время подрядной организацией ООО «Перспектива».